В центре внимания пожар в районе деревни Волоковая. Под угрозу возгорания попал населенный пункт. На ликвидации пожара работают спасатели и вертолеты Ми-8. Принять участие в формировании главного финансового документа жителям региона предлагают распределить бюджетные средства с помощью онлайн-игры. Продлить лицензию на охоту без лишних клопот на 23-й сессии депутатов Заполярного района приняли ряд поправок в решении Совета. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. В Ненецком округе зафиксированы первые лесные пожары. Минувшей ночью на телефон службы спасения поступил звонок о возгорании в районе Городецкого озера. Пожар был потушен двумя вертолетами поисково-спасательной службы. Ближе к ночи поступил сигнал о нескольких пожарах из Пешского сельсовета. Тундра горела в районе деревни Волоковая. Возникла угроза подхода огня к населенному пункту. О пожаре на юго-западе округа сообщили сотрудники Пешского сельсовета. Недалеко от деревни Волковая, входящей в состав муниципалитета, горели лесные участки. Из сообщения стало известно, один из пожаров представляет угрозу для населенного пункта. На тушение очагов возгорания вылетела группа пожарных и вертолеты Ми-8. Авиатранспорт оборудован водосливными устройствами для тушения лесных и тундровых пожаров. На горевшие участки лотшафта общей площадью около 3 гектар с воздуха сбросили 120 тонн воды. Пожарные также занимались локализацией и ликвидацией очагов горения из земли. К утру среды пожар локализовали, а затем потушили. Между тем, жители Волковой сообщали, что из-за ветра очаги возгорания могут вспыхнуть вновь. Между тем, что вчера было 7, сегодня с утра было 3, потом 5 видно было. Сейчас мы не знаем, сколько горит. А силы вчера вертолет прилетал, там потушили половину, половину оставили так, что само потухнет. Я их предупреждал, что здесь власти, что нечего оставлять, что оно загорелось. С утра загорелось по новой. И все, сейчас ветрище разгорается, все горит и горит. Идет против ветра. Утром 6 июля на территорию Пёшского сельсовета вылетала мониторинговая группа. Сотрудники профильного департамента и Ненецкого лесничества с воздуха осматривали территорию пожаров. В результате облета было установлено. На территории лесничества располагается 3 очага возгорания. Площадь каждого не более 1 гектара. Угрозы населенным пунктам Пёшского сельсовета нет. По словам тех, кто летали, направлено туда воздушное судно с водонасливным устройством и личным составом для организации и проведения мероприятий по тушению ландшафтного тундрового пожара. Как пояснили лесники Ненецкого лесничества, лесной массив в районе возгорания сухой. Поэтому одной из причин пожара могла стать сухая трава. Также не исключается человеческий фактор. Сухая и жаркая погода в регионе способствует появлению новых тундровых пожаров. По прогнозу синоптиков, подобные метеоусловия сохранятся в Ненецком округе в ближайшую неделю. Спасатели предупреждают население о необходимости строгого соблюдения в лесу и тундре правил пожарной безопасности. При попадании на участок лесного пожара необходимо при наличии связи позвонить службу спасения 112 и уйти в сторону противоположную пожару. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукеевич, Телеканал «Север». Принять участие в формировании главного финансового документа теперь могут и жители Ненецкого округа. Распределить бюджетные средства по своему усмотрению можно на сайте администрации с помощью онлайн-игры, моделирующей реальную ситуацию. Жителям предлагается сфегистировать бюджет на 3 миллиарда рублей. Именно столько округ рискует не получить из-за упавших доходов от добычи нефти в этом году. Бюджетный квест разработан Ненецким информационно-аналитическим центром. Платформа включает в себя 8 разделов, аналогичных главным направлениям расходов бюджета – образование, культура и спорт, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и экология, сохранение традиций и управление округом. Первая строка в бюджетном квесте – это существующие затраты бюджета Ненецкого округа. По данным они составляют более 18 миллиардов рублей. В бюджетном квесте предлагается уменьшить, либо увеличить какие-либо из направлений затрат бюджета Ненецкого округа и, соответственно, свести его к реалиям. То есть это порядка 15 миллиардов. Основная задача бюджетного квеста – дать возможность жителям округа увидеть, на какие цели расходуется бюджет региона и понять, насколько сложно сократить эти расходы. Задача бюджетного квеста – уместиться в ту сумму, которая сейчас имеется в регионе. Мало того, здесь будет сделана, скажем так, окраска ваших действий. То есть вы можете стать управленцем финансов, виртуальным руководителем региона, который очень много, например, уделяет внимание здравоохранению, медицине и социальной сфере, но не уделяет внимание строительству. Либо же наоборот, тот руководитель, который действительно строит, развивает именно строительное направление, но, к сожалению, меры социальной поддержки здесь проседают. Пройти квест можно на официальном портале органов государственной власти округа admnau.ru. А результатами квеста можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Онлайн-игра разработана по инициативе губернатора Игоря Кошина, который предложил внедрить систему народного контроля. Убежден, что нам необходимо активнее вовлекать население в бюджетный процесс. Так как традиционная форма публичных слушаний не совсем популярна, мы разработали альтернативную. Речь идет об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на 3 миллиарда бюджет округа, самостоятельно расставив приоритеты. Результаты игры станут основой для аналитики в бюджетном планировании и могут лечь в основу принятия управленческих решений руководством региона. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Продлить лицензию на охоту без лишних хлопот. Депутаты Совета Заполярного района приняли решение упростить процедуру получения документов для сельских охотников. Соответствующие поправки в решение Совета муниципального образования внесли на 23-й сессии. Она стала последней перед уходом депутатов на летние каникулы. В ходе профилактической работы за 5 месяцев 2016 года участковыми уполномоченными по Заполярному району было изъято 90 единиц огнестрельного охотничьего оружия. Большинство из нарушителей стали таковыми по неволе из-за отсутствия возможности продлить лицензию. Сейчас для того, чтобы получить разрешение на оружие, необходимо пройти целый ряд инстанций. Во-первых, получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. К медицинскому заключению прилагаются справки от терапевта, офтальмолога, невролога и нарколога. Также охотнику необходимо подтвердить, что он не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Если офтальмолога и терапевта можно пройти в поликлинике по месту жительства, то с прохождением других специалистов возникает проблема. Врачи принимают только в Наринмаре. Также сложности могут возникнуть и с заявлением на выдачу лицензии. Готовый документ необходимо получать лично заявителю. То есть он месяц точно в городе жить не будет, уедет обратно. Потом обратно ему надо приехать сюда, для того, чтобы просто получить, расписаться и снова вернуться. Ну то есть оформление оружия обойдется так, тысяч, если и шойны, ну 70-80. Вот, понимаете, и человеку, неправильно говорю, но действительно, ему проще стать нарушителем. Вот чисто даже дешевле, наверное, не проще, дешевле получать. Один из вариантов решения проблемы сельских жителей – передача уже готовых документов через должностных уполномоченных у МВД, либо через подразделение МВЦ. Кроме того, на сессии представитель управления МВД по Ненецкому округу Игорь Дьяков озвучил отчет о деятельности участковых уполномоченных полиции в населенных пунктах. Исходя из основных показателей, за пять месяцев 2016 года состояние оперативной обстановки на территории Ненецкого округа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется ростом преступности на 72,7%. Если говорить о зарегистрированных преступлениях в сельской местности, здесь количество преступлений увеличилось на 48,3%. Также депутаты Заполярного района приняли поправки в районный бюджет на 2016 год. В своем докладе Мария Засимчук отметила, что в рамках муниципальной программы социального развития поселений выделяются средства в размере 32 миллионов рублей на завершение строительства школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша. 98,3 тысячи рублей выделены на введение межбюджетных трансфертов Южарскому сельскому совету на ремонт грузового печала в поселке Коротайка. В рамках муниципальной программы строительства, приобретения и проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории Заполярного района выделены иные межбюджетные трансферты бюджетом поселений в общей сумме 7 миллионов 626,2 тысячи рублей. На ремонт муниципальных жилых домов Канинскому сельскому совету 1 миллион 865,5 тысячи рублей, Тиманскому сельскому совету 3 миллиона 312,4 тысячи рублей. На снос ветхих и аварийных жилых домов с рекультивацией земельных участков выделяется 1 миллион 252,5 тысячи рублей по муниципальному образованию поселок Искатели. Всего в повестке дня сессии Заполярного района значилось 13 вопросов. Среди них согласование расширения границ муниципального образования Малоземельский сельсовет Ненецкого округа, утверждение предварительного графика проведения сессии с сентября по декабрь. Напомним, эта сессия стала последней перед уходом депутатов на летние каникулы. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В национальном стиле или с детским рисунком? Жители округа выбирают дизайн социальной карты НАО. Своё мнение можно высказать на странице телеканала «Север» в социальной сети. Обеспечить регион жильём на новых условиях. Администрация региона планирует переходить от прямого финансирования строительства к долевому участию. В Ненецком округе изменится механизм финансирования строительства жилья. Вместо инвестирования в строительство ряда объектов, округ будет покупать квартиры по договорам долевого участия. Такое решение принято в ходе заседания администрации региона. Предполагается, что эта мера будет способствовать сокращению сроков строительства жилых домов и позволит сэкономить бюджетные средства, которые планировалось потратить на разработку проектной документации. В период с 2016 по 2019 год предполагается приобрести 713 квартир общей площадью не менее 34,5 тысяч квадратных метров. На эти цели будет направлено порядка 2,6 млрд рублей. При этом в текущем году в долевое строительство планируется инвестировать 421,2 млн рублей. До конца 2019 года в Нарьинмаре за бюджетные средства по договорам долевого участия запланировано приобрести 572 квартиры общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. В поселке Искателей 105 квартир и 36 в сельских населенных пунктах. Как отметил заместитель губернатора НАО Алексей Кайдалов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на сегодняшний день является главным приоритетом в сфере строительства. Он также сообщил, что в возглавляемом им департаменте разрабатывается инвестиционная программа, которая в ближайшее время будет представлена главе региона. Утвержденный документ будет учитываться при формировании бюджета на 2017-2019 год. В Ненецком округе обсуждают, как будет выглядеть социальная карта жителя региона. Дискуссионной площадкой выступает телеканал «Север». Высказать свое мнение относительно стиля социальной карты и принять участие в обсуждении может любой желающий на странице телеканала в социальной сети ВКонтакте. В настоящее время большее количество голосов отдано за оформление карты в национальном стиле. Также участники голосования предлагают предусмотреть различные варианты карт для молодежи и людей высокого возраста. Напомним, проект «Социальная карта НАУ» запускается для оказания адресной поддержки жителям округа. Она станет незаменимым спутником многих жителей округа и заменит все остальные документы, подтверждающие наличие льгот. Например, она может использоваться в школьной среде для обеспечения ребят питанием и в качестве средства регулирования пропускного режима в образовательных учреждениях. Стартовый выпуск 10 тысяч социальных карт запланировано выпустить осенью 2016 года. Их получат жители города Нарьенмары, поселка Искатели. Их протестируют на возможность оплаты проезда в автобусе, выдачу детям молочной продукции и детского питания. Для развития молодых политиков и общественных лидеров. Молодежь Нинского округа отправилась на один из престижных форумов «Территория смыслов». Участников ждет встреча с известными политиками и мастер-классы экспертов. Внимание каждому ребенку! Глава региона провел встречу с профильными заместителями Нинель Семяшкиной и уполномоченной по правам ребенка Риммой Галушиной. Помимо эффективности системы контроля за детским отдыхом, стороны обсудили работу со сложными подростками и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Римма Галушина рассказала о поездке по сельским населенным пунктам, где ведется работа по сохранению проблемных семей. Римма Галушина отметила, что должны быть использованы все способы для того, чтобы дети воспитывались в счастливой, благополучной среде. Позитивная динамика в этой работе на селе уже есть. Именно исходя из принципа приоритета, семей Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты планируют создать на базе детского дома в Наринмаре Центр содействия семейному воспитанию. Игорь Кошин акцентировал внимание на том, что с небольшой численностью населения в регионе каждый ребенок и каждая семья должны быть окружены вниманием и поддержкой. Это касается и организации детского отдыха. С 5 по 11 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме территория Смыслов на берегу реки Клязьма начала работу вторая тематическая смена для молодых депутатов и политических лидеров из разных регионов России. От Ненецкого округа на форум приехал один из активных представителей молодежи Максим Свиридов. Территория Смыслов на Клязьме проходит с 27 июня по 28 августа и включает 8 смен. В общей сложности его участниками станут 8 тысяч молодых людей из разных субъектов Российской Федерации. Основная цель форума – создание условий для самореализации молодых людей и формирования молодежных профессиональных сообществ. Программа второй смены включает образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей форума, приключенческие и спортивные игры, культурные мероприятия. Спикерами смены выступят лидеры парламентских партий Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Неверов, которые обсудят с молодежью актуальные вопросы политической жизни страны. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok